Давайте посмотрим, в каких условиях вы готовите. То есть то, что подгнивает ова-джеку, я уже консультации раздаю. Но так приятно, что искренне интересуется повар. Мы просто постараемся работать четко. Всем привет, это «Проверка», и сегодня мы проверяем шаурму номер один. Проверяем по обращениям недовольных клиентов, которые говорили, что здесь им попалось мясо с душком, и в шаурме, и с шашлыком была такая история, что томаты в той же шаурме регулярно попадаются несвежие. Неужели шаурма, кстати, и не самый вредный продукт, состоящий там из белков, журов, углеводов и большого количества овощей, в этой ситуации точно есть вредно. Идем эти жалобы проверять. Слушайте, я у вас вижу маркировку, это так классно. Маркировка сегодняшняя, есть дата на ней, есть час на этой маркировке. Ну это же прекрасно. Немножко грязноватый у вас, правда, сам контейнер, он как-то так подзаляпался, да? Видите, в том, что я мясо виташил, я сейчас помою, это пожалуйста. Чтобы это не стало приправкой для люля, надо все-таки это отсюда улюлюкать куда-нибудь подальше, потому что контейнер грязный. Я перчаткой пытаюсь чистить, но мои пальцы туда не пролазят. На зелени тоже вижу маркировку, покажи, пожалуйста, ее крупно. У нас даже зелень здесь промаркирована, и тоже даты все актуальны. Мне нравится и состояние зелени. Еще один контейнер у нас с помидорами, здесь тоже стоит маркировка. Ну просто я их буду в конце проверки обнимать, наверное, за их маркировки. Сами помидоры по качеству вполне себе приличные. Не проходит проверку только контейнер, который ломанный. Кусочек пластика может попасть в овощи, а потом может попасть в блюда, а потом может попасть очень сильно на деньги тот человек, который будет лечиться от этого. Еще одна маркировка на следующем контейнере тоже есть. Ну, этот продукт может у нас вообще храниться. И 72 часа здесь ему еще жить и жить. Я хочу один вопрос. Давайте. Привезли морковку, да? Смотрите, какой предприимчивый человек. Пользуется визитом проверки, сразу консультации пошли. Парковку это. Морковка. Сколько дней можно? Морковка, если она вот в таком состоянии, вы можете ее хранить и следить за органолептикой. Если вы ее почистили, тогда 48 часов. Но дату, когда вы положили в холодильник, всегда можно поставить. Мне будет приятно. Все, спасибо. Такого, вот я не помню, чтобы такое у меня когда-то случалось на съемках. Не я рассказываю, как надо делать, а меня спрашивают. А давайте теперь я у вас консультацию попрошу. Вот вы как повар, как смотрите на такое состояние салата? Посмотрите, какой он жухлый. Я с вами согласен. Если снять три слоя, можно не то, что использовать, так сразу не буду говорить, можно оценивать состояние дальше. Но вот так он лежит, тухнет, вянет, бесит. Я всегда выкидываю не три, а пять листов. Пять листов? Конечно. И капуста тоже пять листов, сколько я помню. Вы что со мной делаете сегодня? На все мои санитарные ниточки характера просто давят и дергают за них. Зелень тоже в приличном состоянии. Хранится она не в целлофане, чтобы не прела, а вот в такой бумаге. Единственное, что мне не нравится здесь, это соседство свежей зелени с корнеплодами, которые у нас в земле. Исправим? Вот это не очень хорошо. Потом вымывать это все очень сложно. Риск заражения какого-то, он большой. Так, следующий тазик достаем. Здесь у нас заготовочка тоже для шаурмы. И целый таз. Ее таз, в отличие от контейнеров, чистый. Есть маркировка, есть этикетка. Я, конечно, ваше для одного и СВК новости не пропускаю, и прогрессу не пропускаю. Дальше здесь смотрю. Меня, конечно, подкупает эта информация. И вообще ваши маркировки подкупают еще больше. Но я должна оставаться предельно объективной. Но мне приятно. Давайте поищем тут маркировку. Есть она? Может, я не вижу? Его сегодня привезли. Вот где-то полчаса, час назад привезли доставку. Я могу вам даже накладную принести. Давайте поищем и промаркируем, согласно этой накладной. Потому что на каждом тарном месте у нас обязательно должна быть маркировка. Вот видите, на накладной есть дата, когда привезли, а дата выработки продукта нет. Мы не можем знать, когда курица выработалась и сколько у нее срок годности. Меня знаете, что не очень радует? Меня не радует уличная обувь. Прям в цеху. Я понимаю, что у вас пространство небольшое. И сложно где-то предусмотреть зону хранения. Но переобуваться вот так на кухне, это прям плохо. К каждой кухне общепита я ругаюсь за посторонние предметы. Ну что это бывает, там наушники, телефоны, таблетки какие-то. Здесь, я не знаю, как ругаться, безопасно или не очень. А это для чего вам на кухне? Это мы сделаем соусы. Одеваем это. Соусы делаете вот этим. Как это? Шуруповертом. Нет. Это же не миксер, это шуруповерт. Нет, ну я понимаю. Вы к шуруповерту сделали насадку и шуруповертом делаете соусы? Нет, это не наш. Это начальник, который здесь инструменты работает. Я просто, я думал, что вы про соусы говорите? А, нет. Я про вот это. Давайте я думаю. Все-таки этим вы не делаете соусы. Я думала, я раскрыла авторскую технологию. Но мне нравится, что полки при этом видно, что моются. Нет какого-то налета, знаете, всех специй мира, которые когда-то были. Я просто скажу, у нас каждое воскресенье. Генеральная уборка? Каждое воскресенье. Правильно. Пять до семи, это у нас, вот это время, мы даже можете спросить у посетителей, мы даже этот момент не обслуживаем. Ну смотрите, для полки, на которой хранятся специи, вот две крошки специй, это максимум, это прям, это хороший результат, это классный результат. Но посторонние вещи нужно отсюда прибрать. Хорошо. Промышленная у нас морозилочка здесь, вот такой ларь, я тоже вижу здесь порядок, я тоже вижу здесь маркировки. Посмотрите, на каждом кусочке у нас дата вчерашняя, этого года, а не как я обычно нахожу на проверках что-нибудь позапрошлогоднее. Какие у вас чистые шампура? Расскажите секрет, как очистить шампура от всего этого нагара, от копоти? Пусть сказать, берешь это железо, горячей водой с мелом или с специями. Вот это секрет, горячая вода с мылом, вот этот секрет. Но судя по некоторым кафешкам, куда я попадаю с проверками, там этот секрет до сих пор не разгадан. А вот это, не хотите вот это выкинуть? А это я? Это я выкинул. Вот оно, смотрите, как грязно. Спасибо, я это... Капусти не нравится, кашучек не нравится. Вам нравится? Нет. Вот, все, наша команда сошлась в едином мнении, нам не нравится, мы помоем. И давайте я вам... На память вашей мусорки торжественно улетает перчатка. Посторонние вещи на этой кухне, это какой-то полет фантазии. Я уже шуруповерт у вас нашла, теперь нашла фен. Так, а феном вы что делаете? Мангал. Колер делаете на курочке? Мангал топите. Мангал топите? Что, быстро? Феном? Да что, люди, воздух, чтобы побыстрее загорели этот угол. За предприимчивость плюс, за посторонние вещи на кухне минус, но спасибо, что они хотя бы отдельно. Сейчас проверим частоту высоких поверхностей, которая тоже должна быть. Если мы потом с этими фенами и шуруповертами ходим по кухне, надо понимать, чтобы они не разносили пыль. И проводим рукой. По-моему, на меня оттуда что-то собирается полететь. Ну, грязненько. Досточки у нас тоже в примерно таком же не очень хорошем состоянии. Когда меняли доски в последний раз? Это две недели назад, по-моему. Просто мы в основном зеленом мясо-режиме, и все равно... Вот, слово в основном меня пугает, потому что если эта доска для мяса, она должна быть только для мяса. Не в основном никак. Если для овощей, для овощей. Для этого нужны, во-первых, маркировки, во-вторых, ротация досточек. Тем более, если эта доска пластиковая, очень быстро она получает вот такие микротрещины, в которых селятся вредные бактерии. И они тоже могут служить рассадником чего-то не очень хорошего доски. Отсюда должны срочно уйти. Хотите выбросить их прямо сейчас? Давайте выбросим, потому что пользоваться ими невозможно. Картошка почищена, но не сказать, чтобы отличник ее чистил, да? Как-то не очень качественно. А еще не очень классно, что она замочена в грязной тарелке. Тарелка грязная? Грязная. Зритель тоже видит, что тарелка грязная. И сколько часов стоит здесь картошка? Где-то час. Где-то вот тоже та приставка, которая мне очень не нравится. Ставим маркировку, когда мы замочили картошку. Обязательно. Иначе она будет до послезавтра стоять. Снова у меня вопросы по чистоте контейнеров. А где у вас помывочное пространство? О, запахи пошли, запахи шашлычные пошли. Вот это помывочное пространство. И я предлагаю прямо сейчас, не дожидаясь ничего и никого, отправить в это пространство. Ой, подержите вот так, пожалуйста. Вот эту крышку контейнера, потому что на ней слой грязи такой, что она туда прям сильно просится. Смотрите. Разочек провела. Минус. Одна перчатка. А все, что у нас находилось под этой крышкой, видимо, скоро отправится вслед за тем, что случилось с самой крышечкой. Вот в таком состоянии у нас вороночка. Это она грязная или она в плесени уже? Что-то какая-то грязь мохнатая. Видите это? Да, я вижу. Может быть, вы ее давно не использовали, и она покрылась плесенью в знак протеста? У нас протестовать в стране сейчас опасно. И вообще, к остальному оборудованию тоже есть большие вопросы. Посмотрите, какая грязь под этой кучей оборудования. Все, по сути, лежит в грязи и само по себе очень грязное. Вот это я буду вам отдавать опытом. За это минус, к сожалению. Снова вижу хранение на полу, но это хранение каких-то технических приспособлений. Меня радует, что не просто так сложили все это на полу, бросили, а закрыли пленочкой для того, чтобы это не пересекалось с остальными вещами. Хранить не пищевое на полу можно, а вот ту газировку хранить на полу нельзя. Хоть она у нас и в упаковке в целлофане, нельзя ее хранить на полу. Да, для нее тоже нужен какой-то поддон 20 сантиметров от пола. 15-20 сантиметров будет вообще прям суперидеально, хорошо. А вот вы когда туда уходите, вы переобуваетесь или нет? Нет, у вас там уже улица? А вы только что оттуда пришли. Здравствуйте, там кто-то ходит. Я там не ухожу. То есть у вас одна обувь и для мангальной зоны, и уличные, и грязные туда? Да, я не успею надевать. Вот тапки. Давайте для тапок сделаем вот здесь какую-нибудь зону, чтобы была возможность переодеться между. Вот я вам честно скажу. Вот, тапки есть. Покажите тапки. Тапки в наличии. Не успею. Давайте успевать. Когда вы зашли, мы уже терялись. Не теряйтесь, все хорошо. Хорошо, а то полы придется мыть опять по второму кругу, но теперь понятно, почему полы здесь черненькие. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Кашучик. У меня жена ваша, поклонник там. Это здорово. Автографы, может, еще какие-то попросят. Я тут сама рискую стать вашим поклонником, просто за ваши маркировки. Спасибо вам за них огромное. Кухонка маленькая, я тут прижимаюсь. Она всю жизнь там работала в Якитории и так далее. Она все эти стандарты знает и контролирует их. Но по мере возможности я просто не успеваю сам. Я вижу, что у вас свежая продукция, что есть маркировка. Я сам лично ввожу. Ну вот по чистоте вопросы. Я ее ввожу. Вот, например, вы сейчас пришли прям с улицы, с мангальной зоны, и прям сюда. Я торопился к вам, я не знаю, что еще. Очень по-мужски, я так к тебе спешил, я так к тебе спешил, что что-то натворил. Мне самому интересно, не столько там, так сказать, там, знаете, я видел в выпуске, кто-то противодействует, вам там мешает смотреть. Нет, я наоборот, да, мне самому будет интересно, что вы скажете. Больше бы таких, как вы. Поэтому я и спешил. Потому что мне вас, Ген, может сказать, там, да она ничего не сказала, толком нас похвалила, знаете. Я вас, правда, похвалила, есть за что. Ну и пожурила. А там, ну, камеры я так слушаю, а там звук прерывается, там, а мне все-таки интересно. В зоне раздачи, это то, что может наблюдать каждый посетитель, тоже, я не знаю, видно будет оттуда или нет, но тоже есть и самые маркировки. Практически на каждом контейнере, вот, все, что у нас с маркировками, мне нравится еще и по органолептике. Огурцы хорошие, помидоры, ну, такое уже себе уже подплыли. А вот морковка прям выглядит суховато, и на ней я не вижу маркировки. Может, она с другой стороны? Нет, 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 с четырех сторон маркировки нет. Видите, для чего нужны маркировки? С ними хорошо, без них не очень. Есть у нас маркировка вот здесь, на этом контейнере, и ровно такую же мы имеем право, так как у нас есть подтверждение, продублировать и на контейнер маленький. У нас сегодня просто какой-то саммит по маркировкам. Мы обсудили все и вся, и это очень классно, и я очень надеюсь, что не только на этой кухне, но и на других тоже это будут использовать, это приятно. Проверяем высокую поверхность. Она находится у нас прямо над зоной, где готовят, а значит, к ней должно быть особое внимание. Внимание есть, перчатка чистая. Очень хочу увидеть журнал замены фритюрного масла. Масло выглядит прилично, органолептика у него хорошая, но оценивать его должна не только я, но и повар. Несколько раз в день должен оценивать качество масла и заносить это в специальный журнал. Кассир ведет, она в больнице. Ну, хотя бы следы пребывания журнала есть какие-то? У него тут записи всякие есть. Тут их надо искать. В санитарном законодательстве есть прям образец, его можно распечатать и завести, как это должно выглядеть. Несколько раз в день ставят оценку по пятибалльной шкале, по запаху, по цвету, по прозрачности. Само масло, мы сейчас его покажем крупненько, мне нравится. Я бы ему поставила даже пятерочку, видно, что его меняли недавно. Ну, чтобы масло не стало цветом нефти, надо это все-таки контролировать. Сами холодильники, между прочим, тоже очень чистые. И это тоже может каждый посетитель наблюдать. Максимально прозрачные створки. Все, что у нас за этим холодильником, тоже максимально прозрачное. Сейчас могу... Даже с одной батареей кончать. Давайте, вы пока температуру, а я пока чистоту. Мы сейчас тут все со всех сторон проверим. Я поглажу этот холодильник для того, чтобы подтвердить свою надежду на то, что он чистый. Я думаю, что он чистый. А вы оцените. Немножко легкий налет есть, но так как эта поверхность тоже металлическая, специфическая, она иногда дает сама по себе такой налет, но он едва заметен. Те недочеты, которые мы заметили в ходе проверки, отмечены в нашей финальной таблице. Но что меня сегодня отдельно удивило и порадовало, это готовность работать с этими недочетами. Искренне вовлеченность всех, кто работает на этой кухне, в проблемы, в ситуацию, в готовность решить все, что здесь еще нужно решить. Сегодня я с радостью говорю, что эта шоурма номер один проходит проверку новостей ТВК. Я сама искренне радуюсь, что правда вернулась вера в уличную еду. Есть маркировки, есть контроль сроков годности, есть стремление сделать все это еще лучше. Радуюсь, а это в проверке происходит редко. Ну и, конечно, напоминаю, от нашей проверки никто не уйдет. Екатерина Кашутчик, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК.